День Победы – большой праздник для жителей нашей страны. Его главные герои – участники войны и ветераны. Ежегодно в Курганской области в преддверии этого праздника руководители органов исполнительной власти, депутаты и главы муниципалитетов лично поздравляют тех, кто ковал победу в далекие годы. 8 мая мы проезжаем и поздравляем всех наших участников Великой Отечественной войны. У нас на сегодня осталось всего их четыре участника Великой Отечественной войны в живых. Один, правда, не приехал, не привезли его родственники из Тюмени, а трех участников мы сегодня были. Поздравили их с замечательным праздником, вручили подарки. Их приезжают поздравить, кто у нас? Администрация Томасского района, приезжает у нас депутат областной думы, уважаемые люди, поздравляют, домой приезжают, цветы, подарки, приветственные пресса, благодарственные письма. Ветерану Ивану Михайловичу Лизанову 97 лет. Во время Великой Отечественной войны он прошагал пол Европы. Награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за освобождение Белграда, за победу над Германией, медалью Георгия Жукова и орденом Отечественной войны первой степени, а также медалями Болгарии и Югославии за освобождение этих стран. В Далматовском районе об этом ветеране знают многие и всегда поздравляют героя с праздником Великой Победы. Это важно не только для ветеранов, я считаю, что это важно для подрастающего поколения, для наших детей, для всех жителей района, для города, потому как это праздник самый главный для нашего народа, в целом для России, не просто для самих участников, а для населения нашей Великой России. Также поздравления и подарки получили ветераны Александр Иванович Мокрушников и Владимир Александрович Воротников. Еще одним приятным событием для ветеранов Далматовского района стали выездные праздничные концерты от творческих коллективов районного культурно-досугового центра.